Ариару, мои маленькие любители адового прохождения и хардкорного геймплея, это RimWorld, и мы начинаем. Вы ждали, вы просили, и вот они, вот они долгожданные 100 дней прохождения снова видят свет. Но это немножко другая уже история. И её отличие в том, что на данный момент это самая последняя версия римочки 1.3, со всеми возможными аддонами и дополнениями. И поверьте, забегая наперёд, я скажу, что эти аддоны с идеологиями кардинально усложняют и без того нелёгкое прохождение. Ну а самое главное, о чём нужно сказать, это естественно модификации. И самая глобальная здесь модификация, это модификация на зомби. Да, тех самых ползающих, везде кусающих, вечно воняющих и докучающих зомбарей, не дающих ни на секунду соскучиться. А весь список модификаций вы можете прямо сейчас наблюдать на экране. Ну а возможно и список ещё дополнится парочкой, но об этом я обязательно скажу. И последний реверанс перед началом. Если вышло это видео, значит продолжение уже точно заснято и уже ждёт, когда его выложат. Так что не получится как в прошлый раз, и весь материал заснятый точно не сгорит. И если вы захотите, то продолжение может выйти в очень короткие сроки. Так что поверьте, всё зависит только от вас. Ну а наша история начинается с того, что некая кошка-девочка, пока что без конкретного имени, разбилась на всеми забытой планете. Всё, что мы о ней знаем, это то, что ей 20 лет, и все эти 20 лет она прожила в лаборатории, где её и создали. И при первой возможности, нашей героине удалось сбежать. И даже несмотря на орды зомбарей, которые придут через 3 дня, она рада, что оказалась на свободе. Ведь какие бы тут ни были условия, они будут куда лучше, чем в пробирке в лаборатории. Наша НХ, будем пока что её так называть, повезло. Скалее имеется нехилый закуток, где можно обустроить себе будущее жилище. И задача до орды возвести себе стены, которые бы не давали зомбарям увидеть нашу героиню. Нашей кошка-девочке придётся в самом начале пахать без устали, чтобы иметь хоть и маломальские шансы на выживание. Нужно также успеть по максимуму собрать себе ягод на пропитание. А ещё и разработать близлежащие постройки, чтобы заиметь материалы, из которых будет строиться стена. Ну а под конец первого дня проект стены был уже размечен. И даже начато немножечко строительства. Ну а также было подготовлено место для сна. Пока что всё идёт более чем неплохо. В постоянной спешке и беготне наступает второй день. Строительных кирпичей не хватило, к сожалению, из ближайших построек. Ну а стену встроить как-то надо, любой ценой. И в ход идёт абсолютно всё, что под руку попадётся. И всё то, что плохо лежит. Стали, сопли, какие-то обломки. В общем, всё то, что может быть полезно. Ну а самое плохое, что пришлось делать деревянные двери. Это может ещё с нами сыграть очень злую шутку. Таким образом получилось возвести стену к середине второго дня. И пока ещё орды не пришли, нужно успеть запастись ресурсами по максимуму. Поэтому до конца этого дня мы будем рубить древесину за стеной. Ибо возможности это повторить с приходом за барей не будет. С наступлением темноты и ордой на хвосте мы в максимальной спешке начинаем заносить всё добытое за стену. На третий день неплохо было бы обеспечивать себя едой. Для этого начинается возделка полей, вспахивание земли и выращивание едовых культур. В частности риса и кукуруза. Как самых быстрорастущих. Которые могут принести плоды в кратчайшие сроки и не испортиться впоследствии. Ну а на четвёртый день наша бабёна строит себе отдельную комнатушку, в которой сможет жить и получать меньше дебафов. А также острая необходимость в оружии даёт о себе знать. А единственное что мы можем скрафтить против зомбарей это лук со стрелами, которым успешно и вооружаемся. На пятый день начинается лето и приходят первые зомби, которые уже чуют сочный вкус мозгов нашей героини и всеми правдами и неправдами жаждут найти способ протиснуться сквозь не такую серьёзную оборону. Ну а также этот день ознаменуют первый совершаемый налёт другой фракции. Ну а именно высокоразвитый и продвинутый андроид бежит и ищет нас. Но как оказалось зомби не только сдерживают нас в этой клетке, а ещё и обороняют от напастей. Ведь даже обычных зубов этих зомбаков хватило, чтобы разгрызть стальную оболочку робота. День шестой и все возможные запасы еды подошли к концу. А урожай ещё не поспел и всё что мы можем сейчас сделать, начать охоту на единственных обитателей своего террариума. Чтобы хоть как-то попытаться пережить эти непростые денёчки. А когда обитатели закончатся, уже нужно будет что-то выдумывать. И вместе с этим мы начинаем делать заготовку под склад. Из того что есть. Просто огораживаем стенами и крышей территорию, чтобы банально не портились продукты. Также нам очень сильно повезло на самом деле, когда на нашей территории оборонительной оказались гейзер. А значит у нас есть гипотетические геотермалочка. Ну а пока эта технология не изучена, у нас есть просто тёплое помещение, в котором можно будет обогреваться в суровые лютые морозы. На седьмой день начинается строительство примитивных средств гигиены. Гальюнг и колодец. Дабы единственный колонист хоть как-то цивилизовывался. Но самое значимое событие произошло под конец этого дня. Буквально с неба к нам схвалилась Ханна. Да так, что даже в условиях дикой голодовки не спасти её было бы невозможным. И мы со своей стороны пытаемся делать всё, чтобы её спасти. На восьмой день все запасы бегающей еды подошли к концу. Но свершилось чудо, и посевы с рисом зашли. И теперь мы будем голодать не так сильно. И появляются маломальские шансы на выживание. А в это время наш новоприбывший колонист сидит в импровизированной тюрьме, чтобы в будущем была возможность его рекрутировать. Девятый день нас радует тем, что наконец-то мы нормально поставили костёр и начали готовку сбалансированных блюд. А наша пленница решила устроить бунт, вызвав у себя инфекцию заражения. Ну а дальнейшее её лечение было, к сожалению, бы невозможным. Из-за банальной нехватки нужных медикаментов. На десятый день ожидаемый итог заражения без должного лечения. Летальный исход. Очень печальный и, к сожалению, неизбежный финал. Ну а итогом стал не просто очередной труп колониста, а ещё один зомби, который теперь находится внутри наших стен. Ведь как оказывается, что каждый из пешек заражён этим вирусом. И неизвестно, получится ли у нас найти от него лекарство. Некоторые дни могут быть упущены из повествования, и это нормальный ход событий. Мною будут освещаться только те дни, которые будут хоть как-то интересны. Так по ходу повествования идёт сразу после 10-12 день, где на нас нападает абориген с луком. И естественным следствием подобного манёвра было растерзание налётчика с зомбарями. Ну а наша кошкодьева продолжает прятаться за стеной и заниматься пассивами, по максимуму стараясь вырастить всё, что возможно. Ведь когда выпадет снег, есть будет совсем нечего. День 13 радует нас постройкой нашего первого ветряного генератора и примерной проектировкой будущей базы. А именно факт того, что основную базу я хочу разместить как можно дальше от стен, во избежание нелепых случайностей. Ну а постройка ветряного генератора позволит нам производить первую энергию, а значит мы гипотетически сможем построить импровизированный холодильник для хранения ресурсов. Ну вообще, в принципе, насколько его можно будет построить в условиях непостоянства ветра и отсутствия буфера для энергии. Ну а также в этот день империя предлагает нам 12 дней грозы с ливнем, взамен на передовые медикаменты. Я естественно соглашаюсь, но вся проблема в том, что эти медикаменты падают за нашу стену. И так как попытка забрать эти медикаменты могла бы очень глупо закончиться, мы решаемся отсидеть все-таки за стеной, в надежде, что когда-нибудь случится, может, какое-то событие, которое позволит нам забрать эти медикаменты. День 19. Начало осени, и к нам приходит роботорговец, который успешно агрит на себя всех зомбарей вокруг, тем самым позволяя нам забрать эти суперские медикаменты. Они, конечно, подпортились немного, но на качестве их лечения, надеюсь, это никак не сказалось. Ну а вместе с этим, зомбари одолели парочку животных, переносящих вещи каравана. Тем самым, можно сказать, что караван просто взял и подарил нашей колонии очень вкусные вещички за просто так. Да еще и зомбарями помог. Чуть ли не самый лучший исход событий, на которые мы могли бы рассчитывать. Ну а на 20-й день я, наконец-то, замечаю ошибку в инженерных просчетах. А именно тот факт, что почти достроенный проект нашего холодильника очень мешает ветряку. Из-за данного просчета нам придется его перестраивать. Ну а потом, естественно, нужно заняться переносом из самого холодильника, чтобы можно было бы разместить здесь как можно больше ветряков. Ну а самое обидное, что мы здесь теряем очень драгоценные для нас сейчас компоненты, которые получить мы можем только из-за небольшой жили в скале. А как она закончится, я без понятия, что делать. Ведь добывающие компоненты карьер появятся очень нескоро. 21-й день. Ошибка успешно исправлена. Генератор перенесен. Склады поставлены. И наш холодильник успешно работает. 23-й день. Строим мы нормальную плиту. Начинаем питаться нормальными блюдами. Ну или хотя бы просто не сырым пожаренным на костре рисом. 24-й день. Поспевает наш последний урожай в этом году. Как вы могли заметить, из-за того, что мои расчеты запасов на одного человека по идее даже были перевыполнены, некоторые поля мы переквалифицировали под хлопок и лечебные травы, которые в этот день были успешно собраны. Ну а также на нас нападает очередной самоубийца, который решает самовыпилиться и сразу же выполняет роль корма для зомби. Хотя с уровнем его интеллекта мне кажется, что зомбям там нечего было и кушать. До 31-го дня наша Тян просто занималась благоустройством базы. Например, мы перенесли холодильник и кухню к тем местам, где они должны находиться. Этим наша кошка-девочка занималась ровно до того момента, как к нам поступает задание с нападением андроида взамен на продвинутые компоненты. Ну а если помнить, что успешно помирают все одиночки, приходящие к нам, то вполне можно понять мое отсутствие страха за нападение. Ну а также этот день можно назвать днем, когда наши посевы начинают умирать от холода, наступает первая зима и также начинается период без роста растений. 32-й день. Какой-то офицер полиции бежит и зовет на помощь. Не вижу ни одной причины, чтобы отказываться от подобного. Ведь за этот год одиночества наша Тян будет рада абсолютно любому колонисту. Вместе с приходом новичка наша колония теперь легально обретает свое название. Хотя сделать она должна была это уже давно. Невероятная удача. Новичок Джои приходит не с пустыми руками, а с винтовкой, невероятно классным оружием на нашем этапе игры. Да еще и с кучей патронов. Невероятные имбищи. Ну и правда и минусов, как бы у этого колонистов тоже с прикорком. Несмотря на его все статы, он является верующим в реликвию каннибалов. Ведь любые мои попытки съесть любой из трупов, придет к тому, что сам труп восстанет и захочет сам меня съесть. Ну а значит, все что мы можем делать, это морально готовиться получать кучу дебафов в ближайшее время. Ну, как бы там ни было, это лишний колонист, значит лишние руки, потенциал которых мы пока что направляем на копание. А уже потом, возможно, он будет и исследователем. На 33 день примерно я распланировал комнаты колонистов и как они должны будут жить и располагаться. И вместе с этим мы начинаем потихонечку их раскапывать. Ведь все что нужно для этого есть. А также для подготовки к морозам на швейной машинке из выращенного шелка мы хотя бы пытаемся сделать парочку куртеек, чтобы лишний раз не щеголять нашими вкусными задницами. 34 день и какой-то плавло, лесоруб, бежит и молит о помощи. И у меня нет возражений, чтобы его принимать. Как окажется потом, его вероисповедание жестче относится к каннибализму. А значит, он будет срываться потом гораздо-гораздо чаще. И несмотря на это, у Фавла очень хорошая предрасположенность к растеневодству. И если бы он действительно работал, а не большую часть времени пробывал в нервном срыве, то цены бы такому колонисту не было. Ну а пока зимой растеневодить нечего, этот колонист отправляется на раскопки нашей будущей базы. На 35 день очередной идиот с ножом решил подарить свои мозги нашим зомбарям. Но на самом деле этих событий было гораздо больше. Но из-за неинтересностью они будут опускаться. Но именно этот нападанец с ножом, андроид, неожиданно смог одолеть в одиночку трех зомбарей. И напасть на нашу базу. Да так, что мы должны были обороняться. По итогу мы отделались легким испугом. А у Павла небольшие несерьезные порезы, куча ушибов и к несчастью есть заражение. Которые удается вылечить только благодаря передовым медикаментам, полученным ранее. Не успели мы излечить раны, как еще один налет идет следом. Ну а эти налетчики такой же стойкостью похвастаться не могут, ну и сразу же отлетают от зомбарей. Ну а последнее событие в этот насыщенный день – квест. Туман в обмен на медикаменты. И конечно же мы соглашаемся. На тридцать седьмой день ко мне приходят имперские легионы. И о чудо, они тоже нарываются на зомби и несут потери. Тем самым одаривая нас чудными ресурсами и великолепным автоматом, да еще и револьвером. Правда пока что без патронов. Но хотя бы на самом деле и так. Ну и чтобы хотя бы чуть-чуть сгладить свою репутацию перед империей, мы спасаем одного из павших товарищей, лечим, а потом отпускаем. Тем самым заслуживая себе 20 репутации. На 43 день продолжается строительство базы. Выкопана уже успешно одна комнатушка. И в ней уже размещен исследовательский стол. Также я сделаю техническую комнату для проведения системы отопления. В этой комнате был размещен резервуар для воды, помпа с насосом, бак для горячей воды. Ну а так как все возможные компоненты у нас закончились давно, нагревание будет происходить благодаря солнечной панели, которая в постройке компонентов не требует. И останется нам лишь со своей стороны разбросать трубы и батареи по всем помещениям, где будет требоваться это самое отопление. На 45 день к нам приходит целый караван андроидов. И я окончательно запутался, кто они нам, друзья или враги, и вообще есть ли такая фракция. В любом случае, они нам здорово помогают со стрелом злобных вражин под дверьми, а также у меня вышло успешно купить за бесценок кучу патронов для винтовки, благодаря чему мы еще сможем очень долго не переживать за количество патронов и, возможно, даже собственноручно отстреливать кусающихся, при необходимости. Помимо всего прочего, животное муфало из этого каравана погибло, при странных обстоятельствах. И мне это только на руку, ведь это халявное мясо, а еще куча драгоценных припасов. На 48 день бежит и спасается шпион с 16 лет. И как бы сильно я не хотел заиметь себе нового колониста, еще один голодный урод мы просто не сможем прокормить. Растительная пища давно уже закончилась, ведь все ее припасы были рассчитаны на одного человека. И питаемся мы сейчас только мясом из того муфала, принесенного нам торговцами. На 49 день, пользуясь возможностью, пока к нам пришли гости и риск зомбарей, как нельзя мал, мы отправляемся на охоту на кабанчиков, обитающих неподалеку от нашей базы. Благодаря защищающих нас гостям, охота успешно удается. И пользуясь случаем, мы разбираем осколки корабля, упавшего неподалеку, и данные осколки обогащают нас небольшим количеством компонентов. День 50. Наконец наступает весна, и скоро будет теплеть. И значит то, что мы сможем сеять поля, и не так сильно нуждаться в пище. Также к этому времени мы уже успешно докопали вторую комнату, если ее конечно же можно так назвать. Ну а благодаря размещению почти постоянной работающей системы отопления и батарей, мы можем полноценно туда переезжать. А в дальнейшем останется только благоустраивать эти комнаты, увеличивая комфорт их жителей. На 53-й день еда снова заканчивается, а поля все еще не засеяны. Но количество имеющегося оружия дает себе уверенность, и мы отправляемся на вылазку, и успешно забарываем гигантского ленивца, мяса с которого хватит еще надолго. Вся четвертый день снова к нам приходят рейдеры, в этот раз с пистолетом и баллистическим щитом. Но с помощью зомби нам успешно удается отбить их рейд. День 55. Начало размятки примерного киллбокса, рассчитанного на амбразуры, и по большей части на отстрел приближающихся зомбарей. День 57. Мы завершили исследование аккумуляторов. Не то, чтобы в них была сильная необходимость, но потребность стабильной энергетики все же была. День 58. Мы решаемся все же открыть ларщик Пандоры, и выпустить того колониста, который пришел к нам в первых днях. Ну а после из-за инфекции был обращен зомби. Мы дарим этому колонисту покой, и успешно разбираем тухью барку, в которой он находился. День 59. Боля уж слишком как-то медленно приносит нам еду, и решено было поставить разбрызгиватель, повышающий плодородность почвы. День 63. И к нам приходят оптовые торговцы, и я буквально впариваю им весь ненужный хлам со склада, грабя их таким образом на серебро, которое я думаю нам пригодится в дальнейшем. День 65. И мы успешно наконец-то изучаем механику, тем самым полностью открывая для себя эру огнестрельного оружия. А после постройки стола для производства на нем патронов, мы теперь можем полностью быть уверенными в безопасности против зомбарей. День 70-й, начало цивилизации. И начинаются меры по благоустройству жизни колонистов. А именно система канализации, нормальный туалет и душевая комната скоро будут достроены. И нашим колонистам не придется для своих нужд выбегать на улицу и морозить нежные части тела. А еще непонятно, каким образом наш Джои добросовестно потерял винтовку. И будь мы в армии, я бы заставил его носить деревянную. Но, увы, такой возможности не предусмотрено. День 72, и мы успешно достраиваем уборную. И теперь наши колонисты будут лишены такой привилегии, как подкроватный ночной коршок. 73-й день. Пума загрызла очередное животное каравана, подходящего к нам. И, в отличие от зомбарей, нам дают штрафные баллы. И это считается как бы то, что мы, управляя диким животным, совершили вероловное покушение на священное животное. Мы не расстраиваемся, мстим и спасаем такой прекрасный лут, выпавший из альпаки. Тем более, что тут как бы у нас и ракетница, и чертеж, и огненный меч. Сказка, одним словом. И я ничуть не расстраиваюсь, что при этом всем я потерял немножечко репутации. День 74, и некая Мел терпит бедствие в капсуле. Мы, конечно, бежим ее спасать. Еды у нас много, лишние руки не помешают, и новому колонисту всегда будут рады. Ну а также какому-то голозадому засранцу тоже очень сильно повезло рухнуть в капсуле недалеко от нашей базы, и его мы тоже спасаем. День 77, и, возможно, самую малость спасения этих аборигенов была ошибкой. Ведь все, что они делают, это спят и едят. Несмотря на то, что как бы мы им помогли, вылечили, пригрели, организовали там комнату специальную, выделили место, где можно на полу поспать, а они все уходить не собираются, им, видите ли, нравится жить в подобных условиях. И я, естественно, не хочу с подобным мириться. К 84 дню база успела нехило так обрасти. Поля неоднократно были успешно собраны и засеяны. А наши любимые спасеныши все никак не хотят уходить. Возможно? Возможно. Это потому, что за стеной скопились целые орды зомби, отстрелить которые без киклбокса было бы нереально. Но, о чудо, караван работорговцев приходит к нам и успешно помогает отстреливать всех ближайших зомбарей. 88 день. Меня изрядно достал факт, что спасеныши никак не хотят уходить. И поэтому я решил опробовать новую механику рабовладения. К этому дню у меня вышло успешно завербовать мэл в качестве раба. Данная механика очень прикольная, даже учитывая то, что я впервые ее использую. Но в будущем я вынужден буду снова посадить раба в тюрьму, чтобы полноценно его завербовать. Уж больно статы этой мэл мне понравились. 89 день. Снова начинаются холода и снова посевы уничтожаются от холода. Будем надеяться, что мы запаслись достаточным количеством еды на зиму. Ведь до постройки полноценных теплиц, способных нас снабжать едой круглогодичной, еще далеко. Ведь все наши силы сконцентрированы на обороне и банальном улучшении наших жилищных условий. Ведь что бы я ни делал, наши колонисты очень часто и постоянно, буквально, хотят срываться. Из-за постоянно каких-то мелочей. Всего-то я не даю им человеческого мяса. Ну подумаешь, ну че ж теперь. На 93 день мы наконец-то завершаем киллбокс. И единственной его недоработкой является отсутствие дверей у огневых рубежей. Из-за чего наши колонисты иногда просто проходя мимо, агрятся на зомбарей за стеной. Но как только будет достаточное количество камня, обязательно этот недостаток мы устраним. Чтобы киллбокс успешно заработал, нам придется снести стену, отделяющую нас от беспощадного мира. И пока двое обороняют, наша кошка-девочка успешно справляется с разбором крепостной стены. День 100. С появлением киллбокса жизнь становится проще. Но не намного. Ведь всегда может прийти придурок с гранатой и нарушить наши планы. Развитие продолжается, а вернее только начинается. Ведется проект по расширению склада. Ведутся изучения нашим шефам полиции. Готовится блюдо нашим Флавио. В то время как наша кошка-девочка тянет буквально всю базу на себе. Развитие идет очень с натягом. Ведь практически играть приходится за одного колониста. А остальные оба либо в ступоре, либо психуют, либо в очередной раз у них случаются диарьи. Продолжение обещает быть очень интересным. Ведь к сотому дню у нас почти все готово, чтобы организовать нормальную теплицу. Построить которую мне предстоит только в следующей серии. Ну и еще куча нового и интересного обязательно нас ждет. Ведь за эти 100 дней мы даже с вами не смогли выйти из Эрли Гейма. Но обязательно все изменится в следующие 100 днях. Которые уже записаны и уже ждут, когда я их выложу. Ну а как скоро они выйдут, будут зависеть только от вас и вашей реакции на это видео. Ну а пока на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слуга Мамору. И еще услышимся. Спасибо за рыбу.